Здравствуйте, ребята! Меня зовут Логинова Евгения Сергеевна. Я педагог Дворца творчества детей и молодежи Преображенский. Сегодня я вам предлагаю нарисовать вот такую новогоднюю елочку гуашью. Способов рисования много, я вам покажу тот, который мне нравится больше всего. Для работы нам потребуется бумага, краски, кисточки, толстые и тонкие, карандаш и вода. Чем больше стакан, тем лучше. Для начала мы должны выполнить рисунок карандашом. Нарисуем конус. Сначала проведем вертикальную линию по центру листа. После этого нарисуем еще две линии. И внизу у нас будет такая вот окружность полуовал. Внутри вот этого ромба треугольника конуса мы нарисуем еще один конус, но немножко поменьше. Внутри этого конуса мы нарисуем еще один маленький конус. Возьмем кисточку потоньше и нарисуем внутреннюю часть елки. Она у нас будет темнее, чем внешняя часть. Сейчас я покажу. Нам мочим кисточку, смачиваем кисточку, лишнюю воду убираем. Берем зеленый и смешиваем немного или с фиолетовым или с черным. То есть мы должны сделать цвет потемнее. Так смешиваем и рисуем в центре, внутри маленького конуса вот такую линию. Берем еще водички и рисуем веточки. Мы иголочки сильно прорисовывать не будем. Вот такими мазочками движениями. От внешнего края к внутреннему мы такими вот движениями рисуем веточки. Вот такими движениями, немного, может быть, неаккуратными, рисуем внутреннюю часть елочки. Если черный добавляйте, то совсем немного. Внутреннюю часть мы закрасили. Теперь промываем кисточку и берем зеленый. Смешиваем его немного с белым и намечаем внешнюю часть веток. Веточки у нас будут кверху вот так. И вот продолжаем такими мазочками. Перекрываю внутренние ветки частями. Частично дырочки можно оставлять белые внутри. Да, конечно, желательно, чтобы кисточка была тонкая. Так, где-то можно добавить еще немного белого и сделать несколько веточек посветлее. Елочка практически готова. Такая пушистая она у нас получилась. Теперь промываем кисточку. Откладываем ее и берем кисть потолще. Смачиваем ее и начинаем рисовать фон. Небо у нас будет синее. Можно добавить фиолетовый. Где-то даже немного зеленый. Но в перемешку с синим. Берем синее. Смешиваем ее. Немного зеленый. И у нас получается здесь новый оттенок. Фиолетовый. Тоже смешиваем. Синим. Получается такое разнообразное небо. Можно водички немного добавить. Возьму кисточку чуть-чуть потоньше, потому что не получается аккуратно закрасить места возле веточек. Беру синий. И аккуратно закрашиваю. Белые все дырочки закрашиваю. Все. Фон закончен. Осталось нарисовать снег и украсить нашу елочку. Промываем кисточку. Берем белый. Рисуем снег. Можно немножко его смешать синим. Чтобы он сюда попал. Нарисовали снег. Промыли кисточку. Я возьму потоньше. Выбирайте те кисточки, которые вам удобнее. Для каких-то мелких деталей берем более тонкую кисть. И нарисую снег на елочке. Беру белый. Так, на веточке. Рисую. Маленький снег. Где-то побольше, где-то поменьше. Теперь промою кисточку. И нарисую елочные игрушки. Обязательно кисточку после того, как промыли, промакиваем. И нарисую игрушки. И нарисую игрушки. Прикрасный. Какие-то побольше, какие-то поменьше. Промою кисточку. Промокну. И нарисую желтые огонечки. Смешаю желтый с белым. Промою кисточку. Промокну. Возьму желтый. Рисую желтые шары. Шарики мы нарисовали. Промою кисточку. И последний штрих – это снег. Я беру немного воды. Белую красочку. Беру вторую кисточку или карандаш, неважно. И вот так стучу. Сделаю брызги белые. Получается заснеженная елка. Вот такая новогодняя елочка у нас с вами получилась. Поздравляю всех, ребят, с Новым годом. И рисуйте. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова